Всем привет, друзья! Сегодня вторник, и на канале Владилеля рубрика «Песня для разбора». Но прежде чем мы начнем разбор, хочу поделиться с вами важной информацией по поводу канала Владилеля. С нового года на канале, возможно, произойдут некоторые изменения, и совсем скоро я захочу с вами ими поделиться, а также попросить вас высказать свое мнение. Для того, чтобы не пропустить эти важные моменты, обязательно подпишитесь на канал, если еще не сделали этого, потому что все наши диалоги будут происходить в сообществе YouTube. Если вы уже нажали «Подписаться», то будьте уверены, что вы ничего важного не пропустите. Ну а теперь к сегодняшнему разбору. Сегодня вместе с вами мы будем разбирать песню группы «Калина в мост. Родная». Заявку на разбор этой песни оставили два подписчика моего канала. Это Диана Сомова и Ахтмфазы. Их заявка победила. Ребята, я вас поздравляю. Кто хочет, также может присоединиться к поздравлениям в комментариях. Прежде всего предлагаю вам посмотреть, что у нас должно получиться по итогам сегодняшнего обучения. Ледяной водой, разбуди меня, время уходить. Зреет урожай. Батя, дай совет, опоясай в путь. Мать, не провожай. Вместе мы с тобой, родная. Лук да барана. И с концов конец без края. Крахи собираем. Напоминаю, что каждый из вас может оставить заявки на разбор своих любимых песен в комментарии под любым видео на канале с хэштегом «Песня для разбора». А также специальные темы в группе ВКонтакте. Подпишитесь на нее, если еще не сделали этого. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем разбор. Поехали. Друзья, прежде чем мы начнем разбор, хочу вам посоветовать скачать PDF-документ. Это можно сделать по ссылке в описании к этому ролику. Чем полезен PDF-документ? Это тем, что в нем есть все материалы, необходимые для более легкого разбора. Это схема аккордов, схема используемого боя, а также текст, над которым расставлены аккорды в тех местах, в которых они должны меняться. Поставьте мне лайк за труды, вам это сделать нетрудно, а мне всегда очень приятно осознавать, что мой труд полезен для вас. Итак, у нас 7 аккордов в этой песне. Давайте по ним пройдемся. Аккорд А. ЕМ-7. Вместо него, кто хочет, может использовать аккорд ЕМ, если вы любите играть. В принципе, здесь он тоже хорошо будет звучать. Но я больше люблю звучание аккорда ЕМ-7, поэтому использую его. Аккорд G. ЕМ-6. Красивый аккорд. Аккорд F-диез. Он сложновато для новичков ставится, но это как аккорд G, только на полтона вниз. То есть мы, получается, сдвигаем его на один лад, если смотреть сверху на гриф влево. И добавляем третий лад на четвертой струне. Если у вас не получается быстро и хорошо переставлять этот аккорд, можно такой маленький лайфхак играть без четвертой струны, но вам нужно, например, положить на нее большой палец правой руки, чтобы она не звучала. Тогда можно просто ставить как аккорд G, только на один лад левее. Также у нас используется в этой песне аккорд БМ, он с баррэ. И аккорд Е. Аккорд Е можно играть двумя способами. Вот так. Или вот так, с баррэ. Мне больше нравится, честно скажу, второй. И я именно так играл в показе и буду играть сейчас. Но вы можете играть и так. Сразу хочу сказать, что здесь не получится заменить аккорд Е на аккорд Е7, как это мы часто делаем для простоты исполнения. Аккорд Е7 здесь вот не прозвучит, как раз не очень будет хорошо звучать. Поэтому придется все-таки ловчиться играть аккорд Е. Что касается боя, у нас здесь бой восьмерка. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вниз, вверх. Но если вы скачали PDF, вы уже видите, что большинство аккордов у нас заключены в скобки. Это говорит о том, что на одно проведение боя у нас играется два аккорда. Берем для примера прям начало. Аккорды А и Е7. То есть первые два удара боя аккорд А. А следующее, все удары боя аккорд Е7. То же самое G. Е7. И так далее. Если аккорд без скобок, соответственно, он играется на целое проведение боя. Это вот, например, аккорд Б мы видим в начале песни. Давайте попробуем сейчас с боем восьмеркой. Я возьму часть первого куплета, как в показе, и потом перейду сразу на припев. Там просто вторая часть куплета, все то же самое играется, только с другим текстом. Поэтому, чтобы не затягивать и ролик не удлинять, я сыграю именно часть куплета и перейду сразу на припев. Ледяной водой разбуди меня, время уходить. Зрелит урожай. Батя, дай совет, опоясай в путь. Мать, не провожай. Вместе мы с тобой, родная. Пулк да барана. И с конца в конец без края. Крюхи собираю. То, что хочется сказать, концовка припева играется немножко другим боем. Я пометил вот этот аккорд БМ в конце, звездочкой. И там бой следующий. Вниз-вниз, вверх-вверх. Дальше у нас идет второй куплет. Точно так же все играется. Есть проигрыши, которые тоже отмечены. Вступление инструментальное, которое играется просто аккордами. Если вы хотите его сыграть, там тоже в PDF-документе все написано, где что должно играться. И закончится после припева второго такой даже не мини-куплет. Там две строчки буквально. После этого проигрыш. И на аккорде БМ закончится песня. Как можно разнообразить эту песню? Можно добавить еще один бой. Например, вниз-вниз-вниз-вверх. В некоторых местах. Или всю песню сыграть им. Что нужно помнить при этом, это то, что бой этот короче в два раза. Соответственно, он играется на каждый аккорд в скобках. А если аккорды без скобок, соответственно, на один аккорд без скобок он будет играться дважды. Я сейчас вам покажу, как это будет. Просто кусочек. Ледяной водой разбуди меня, время уходить. Зреет урожай. Также можно эти два боя соединить. И восьмерку, и бой вниз-вниз-вниз-вверх. И играть двумя видами боя. Это разнообразие всегда. Тут уж решать вам, как это делать. Самое главное, основное знание, как сыграть эту песню, я вам дал. А дальше уже дело за вами. Фантазируйте, придумывайте. И обязательно пишите о своих успехах в комментариях. Я буду ждать вас там. Желаю каждому из вас быстро научиться играть эту песню. А мы с вами увидимся уже в следующий вторник. Пока.